В торговом центре на улице 8 марта провели мониторинг цен и проверили наличие товара в первой необходимости. Сколько стоит нынче сахар и есть ли он в магазинах, узнавали единороссы, сотрудники администрации и наша съемочная группа. Была такая суматоха, первые два дня, наверное, начали скупать все с магазина. Это начало марта или конец февраля? Нет, это начало марта. Начало марта, да? Ну как бы такого жарта же сильного неба. А что вступали? Соль, сахар, гречку, крупы все. Закупаться впрок на время непредвиденных событий в мире – знакомая всем традиция. В 2020 году особым спросом пользовалась туалетная бумага и гречка. Сейчас же популярен сахарный песок. Девушка, а почему так есть? 120 рублей. 119, да. Высокая степень, а чистки белые. Нет, нам высокой не надо. Вот для бабушки я буду сейчас объяснять. Алан, может быть, купила бы 2 килограмма, а так 1, 120. И она кладу назад. Спасибо за сахар. Высокая чистка. Сахар по старым ценам быстро раскупается. Из-за высокого спроса магазины не успевают организовывать поставку. А продукция премиум-класса не всем по карману. Но, по словам сотрудников администрации округа, сахарный песок есть в наличии на складах. Также выросла стоимость и других продуктов первой необходимости. Капуста, посмотрите, 92 рубля. Может, она импортная. 50 была самая дорогая. Растут каждый день на морковь, на свеклу. Повышение цен на овощи зависит от сезона. Обычно к весне подъедаются продукты российского производства, и магазины вынуждены закупать импортный товар. Мы понимаем, что сейчас есть давление санкционных мероприятий на нашу страну, поэтому есть инфляционное подорожание текущее. Но такого резкого скачка нет. В Люберцах производится мониторинг торговых сетей, в котором участвует около 160 магазинов из 10 федеральных торговых компаний. Согласно проверке, социально значимые товары в большей степени присутствуют на полках. Мы сами даем людям, которые занимаются предпринимательством в сфере продуктов питания, своим ажиотажем, что они начинают поднимать цены. Это неправильно. Не та ситуация, чтобы можно было на этом спекулировать. Любой житель округа, если заметит неоправданное повышение цен или отсутствие товара в первой необходимости, может обратиться в отдел потребительского рынка администрации и в местное отделение партии «Единая Россия». Также создан Телеграм-бот, где каждый может оставить жалобу, подтвердив ее фотографиями. Наценка на товары первой необходимости не должна превышать 15% от стоимости производителя. Продукты питания, лекарства, средства личной гигиены должны быть доступны жителям округа. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.